Всем привет! Привет! Сегодня мы будем заниматься одним из самых популярных видов спорта. Он не только популярен. Еще лет 10 назад считалось, что им заниматься очень престижно и дорого. Вообще-то это так и есть, но у нас край можно легко найти и множество бесплатных секций. Вот в одну из них мы сейчас и направляемся. Мы, по-моему, забыли рассказать название этого вида спорта. Точно! Итак, мы с Алисой идем на нашу первую с ней тренировку по большому теннису. Ура! Теннис или большой теннис – вид спорта, в котором соперничают либо два игрока – одиночная игра, либо две команды, состоящие из двух игроков – парная игра. Задачей соперников, теннисистов или теннисисток, является при помощи ракеток отправить мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отравить. Не более, чем после первого попадания мяча на игровом поле на половине соперника. У современного тенниса есть официальное название – лаун-теннис, от английского лаун – лужайка. Для отличия от реал-тенниса или жё-де-пом, в французском варианте названия. Более старые разновидности, в которые играют в закрытых помещениях и на совершенно другом типе корта. Теннис является олимпийским видом спорта. Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Мы хотим научиться большому теннису. Мне кажется, что играть в теннис легко. А я думаю, я в теннисе вообще по мячу не попаду. Когда-нибудь в теннис играли, пробовали? Нет. А видели, как играет большой теннис? Да. Вам нравится? Да. Ну, можно попробовать. Ребят, ну, вы знаете, да, спорт начинается всегда с разминки. Поэтому для начала мы начнём с пробежки. Сейчас не торопясь, спокойно друг за другом побежали по кругу. Хорошо, ребят. Сейчас мы пройдём небольшую разминку. Для этого мы ставите друг напротив друга. Круговые движения, руки вперёд. Начали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Хорошо, молодцы. Здравствуйте. С новостями спорта сегодня познакомлю вас я, Настя Муситенко. Спортсмены Занапы – плейзёр Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Турнир среди юношей и девушек проходил в венгерском Диоре. Спортсмены из 50 стран Старого Света соревновались в олимпийских видах спорта. Лёгкой атлетики, баскетболе, дзюдо, гандболе, гребли на каное, волейболе и гандболе. В соревнованиях по дзюдо отличился представитель Краснодарского края – анапчанин Арман Гамбарян. В весовой категории до 55 килограммов он завоевал бронзу. В Ростове-на-Дону прошли финальные соревнования спорта-киады учащихся России по карате. В Южном городе каратисты состязались по двум видам программы – кумете – поединок, и ката – показательные выступления. Участие в финальных баталиях приняли 157 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе из Краснодарского края. В личном зачете у губанцев две бронзы. Отличились сочинка Лиана Имнадзе – кумете, весовая категория 59 килограммов, и Валерия Димова из Тимашевска – кумете, весовая категория 53 килограмма. Ребят, сейчас я вам покажу мячи. Теннис играет мячами и ракетками. Давайте познакомимся первое упражнение. Тебе мяч. Тебе мяч. Самое простое – бросить, поймать двумя руками. Бросить, поймать. Самое простое. Ножки не стоят, ножки все время могут двигаться под мяч. Делаем. Теперь смотрите, ребят, правой и левой рукой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ловить. Обязательно ловить. Два. Хорошо. Стоп. Закончили. Сейчас, ребят, я вам даю ракеточки. Тебе. Тебе. Кто правая, правша, левша? Я правша. Правша? Хорошо. Значит, мы берем ракеточку в правую руку. И берем таким образом, как будто ты с ней здороваешься, как со мной. Здравствуй. И так же с ракеточкой. Здравствуй. И со мной ты здороваешься. Здравствуй. И с ракеточкой. Здравствуй. И пальчиками вниз пробуем набивание об землю. Да, это не так просто. Удерживай мяч. Не болтай ракеточкой в твоем месте. Нарослабь ручку. Давай. Видишь, чувствуешь мяч? Как он у тебя слушается. Хорошо, стоп. Закончили. Следующее упражнение. Поворачиваем пальчиками вверх. И набиваем мяч вверх. Молодцы. Ну, держать, держать мяч. Только хотела молодец сказать. Держим, держим, держим. А скажите, пожалуйста, это ракетки-то особенные, спортивные или нет? Нет, Саш. Эта ракетка, она для обучения. Это для детей, юниоров. Она меньше размером, видишь? Она из другого сплава, она из алюминия. Эти ракетки изготавливают для того, чтобы обучать детей играть в теннис. Понятно. А профессиональные ракетки, они, конечно, выполняются из другого материала. Они чаще всего бывают из графита. Они имеют другой вес, они имеют другую длину, они больше, чем ракеточка, которая находится у тебя. Поэтому профессиональные ракетки, как бы, они совсем другого уровня. Наивысшее достижение в теннисе – это суметь собрать календарный большой шлем. То есть, выиграть в один год четыре главных теннисных турнира. Открытый чемпионат Австралии, открытый чемпионат Франции – Ролан Гарос, Уимблдон и открытый чемпионат США. Лишь двое мужчин-теннисистов истории смогли собрать большой шлем в течение одного сезона. Этого добились Дон Бардж в 1938 году и Род Лейвер. Он собрал большой шлем в 1969 году, а до этого в 1962 году. Однако существует такое понятие, как карьерный большой шлем, выигрыш всех четырех главных турниров в течение теннисной карьеры. Только семеро теннисистов смогли собрать большой шлем за всю карьеру. Самый титулованный из них – Рафаэль Надаль, испанский теннисист, выигравший 14 турниров большого шлема. Всего Надаль выиграл 66 турниров. Роджер Федерер – швейцарский теннисист, выигравший рекордное количество турниров большого шлема – 17. Всего Федерер выиграл 76 турниров. Попробуем с вами выполнить удар справа. Отводим ракеточку в сторону. Ты как молот держишь. Хорошо. Хорошо. Так, и сейчас я вам буду делать подброс мяча. Мяч должен упасть, взлететь, и вы его должны ударить. Пробуем? Раз, два, три. Это надо сделать очень-очень аккуратно. Вот мяч должен через сеточку перелететь. Отходи. Алиса. Раз, два, три. Хорошо. Еще раз. Раз, два, три. Отлично. Саша. Мяч сначала должен упасть, взлететь, потом ты его бьешь. Руки. Раз, два, три. Алиса. Раз, два, три. Заканчивай на плечо удар. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Лови левой ручкой. Движение. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Умничка. Еще раз. Два, три. Приготовила ракетку. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. В Краснодарском крае большой теннис очень любят. Тем более, что имена наших спортсменов до сих пор громко звучат на всех кротах мира. Евгений Капельников – самый титулованный теннисист в истории России. Заслуженный мастер спорта России. Выпускник Кубанской государственной академии физической культуры. Евгений родился в Сочи. Его папа – известный волейболист. Сына он начал приучать к спорту с раннего детства. Мальчик занимался теннисом в шести лет. Евгений был первым из российских теннисистов выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Ролан Горос – 1996 год. И стал первой ракеткой мира 3 мая 1999 года. Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Кавалер Ордена Почета – 2002 год. Елена Веснина начала заниматься теннисом с 7 лет в Сочи. В 2008 году, в 22 года, Елена получила свой первый шанс сыграть на Олимпиаде. Вместе с Верой Звонаревой они дошли до четвертьфинала парного турнира, обыграв испанок, но уступив будущим чемпионкам – сёстрам Уильямс. На следующих играх в 2012 году результат был повторён, но уже в команде с Екатериной Макаровой. А в 2016 году на играх в Рио уже никто не смог остановить пару Веснина-Макарова на пути к золотым медалям. Мария Шарапова начала заниматься теннисом в 4 года, тоже в Сочи. Сатус профессиональной теннисистки получила в 2001 году. А в 2004 году, в 17-летнем возрасте, выиграла самый престижный теннисный турнир в Уимблдон. В финале, обыграв двукратную чемпионку турнира Сирену Уильямс. Мария – обладательница карьерного «Большого шлема», то есть чемпионка всех 4 турниров в разные годы. Единственная среди россиян – как женщин, так и мужчин, кто 7 раз играл в финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Ну что, ребят, на сегодня первая ознакомительная тренировка у нас окончена. Давайте ракеточки. Вы молодцы. Вы сегодня изучили удар справа, познакомились с мячом, с ракеточкой, как нужно набивать. Вам понравилось? Очень. Очень хочу, хочу прийти. Замечательно. Хорошо, приходите к нам заниматься. Я думала, что это гораздо легче. Я думала, у меня ничего не получится, но получилось что-то. Нет, вы серьезно, вы большие молодцы. Для первого раза у вас очень хорошо все получилось. Но, как вы поняли, что теннис – достаточно сложный вид спорта. И чтобы чему-то научиться, нужно много-много лет тренироваться. Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно этому посвятить много-много лет. И много-много часов тренировок. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!